Такую коллекцию можно встретить далеко не в каждом солидном музее страны. Бывший учитель истории из Карабудахкента на одном энтузиазме собирает уникальные экспонаты со всего мира. От старинных мечей до останков динозавра. Как Ахмедпаши Альбулатову удалось собрать в одном месте, большое количество исторических находок узнавала Патимат Ханапова. Фарфор вместе с живописью бронза вместе с останками древних животных. Более 50 лет Ахмедпаши собирает предметы старины. Ради своего антикварного музея он пожертвовал даже семейной птицефермой. Сколько здесь уникальных предметов, не знает никто. Сколько у вас здесь предметов в целом? О, здесь не считаешь, не сосчитать сколько предметов. Сам хозяин не знает, я откуда знаю. Хоть Ахмедпаша и не знает, какое количество антиквариатов здесь представлено, но точно знает историю каждого экспоната. Так, коллекционер много путешествовал по миру и с каждой поездки привозил ценный исторический предмет. Много вещей принесли и сами сельчане. Как ни удивительно, самый маленький предмет, представленный в этом музее, оказался самым древним. По словам Ахмедпаши, этому артефакту больше миллиона лет. Этот загадочный камень является яйцом древнего животного, какого установить пока не удалось. Ценители антиквариатов со всего мира частенько заезжают в этот музей, где можно не только полюбоваться красотой вещей с многолетней историей, но и приобрести их. Этот ценный серебряный пояс Ахмедпаша оставил для заказчика. Его готовы приобрести за 60 тысяч рублей. Но есть в арсенале энтузиаста то, что он не продаст и за миллионы. Вот он, где я не продаю. Самый ценный для меня это. Почему? Потому что хочу так. Ну какое-то объяснение, наверное, у вас есть. Никакое объяснение. Знаешь, в Афганистане спорили за всем. Даже за 30 миллионов? Не продаю, просто не продаю. Почему деньги? Самое ценное и дорогое для сердца Ахмедпаша оставил на конец. И вот он показывает нам жемчужину своей коллекции, оружейную комнату. Здесь холодное и стрелковое оружие разных стран и эпох. Старинные арбалеты, кавказские сабли, топоры и даже немецкие мечи. Ну, вытащи, вытащи. Вау! Какая утонченная. Чем она уникальна? Их было 12 штук. Всего? 1911-1912 год. Ну, это первое мы выводим. Сельский состав Кайзеровской Германии. Вот тут даже написано. Старь Доморский. Некоторые из этих экспонатов Ахмедпаша оценивает в миллионы рублей. Как думаете, голову отсечет с одного удара? Кричит, что будет двоих. Да? Да. Это вообще садник с разгона ударить двоих, благодарю. Коллекция, музей, старый двор постоянно пополняется новыми предметами. За вход платить не надо. Любой желающий может посетить его, а хозяин с радостью расскажет о представленных экспонатах. Патемат Ханапова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Карабудахкенский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова